26 июня прошлого года в силу вступила новая редакция правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. И уже этой весной сроки запрета на вылов всех видов рыбы дифференцированы по областям. На Брещене запрет будет действовать с 20 марта по 18 мая. Это связано с тем, что климат южных и западных районов страны значительно теплее, а значит и нерест начинается раньше по сравнению с центральными и тем более северными регионами. Единые для всех сроки не соответствовали биологическим ритмам природы. Начинается 20 марта общий запрет. Это когда можно будет только одной удочкой здесь пенинга ловить и нельзя на лодке. Но он раньше и закончится. 31 мая по предыдущим правилам, а 18 мая по ныне действующим. 19-го можно выплывать на лодочку. Если ты рыбак, не член общества охотников и рыболов, 5 крючков, член общества рыболов и охотников до 10 крючков, троллинг где-то разрешено и подводная охота тоже разрешена. К слову сказать, щуку, которую многие рыбаки считают настоящей речной царицей, ловить станет запрещено уже совсем скоро. С 1 марта наказание за нарушение существенное и может варьироваться от штрафа до привлечения к уголовной ответственности. В первую очередь незаконная добыча рыбы в сроке наказывается штрафом от 10 до 50 базовых величин. И плюс еще добавляется к минусу рыбака – это иск на возмещение вреда, нанесенного незаконной добычей в кружающей среде. И та же щука, добытая, даже с помощью спинина с 1 марта, потянет не на 3 базовые величины ущерба, как эта до 1 марта, а на 3 умножить на 3. Каждая щука к штрафу 9 базовых величин, независимо от величины. Хотелось бы напомнить рыбакам еще и о том, что нерест – одно из наиболее важных звеньев в жизненном цикле рыб. Браконьерский вылов участвующих в ней истеричных жителей приводит к изъятию из водоемов десятков тысяч икринок. Никакие затраты на искусственное зарыбление не восполнят такие потери.